Я служил? В армии нет. Я купил военный билет. Ой, б***ь. Ну, да, да было. Блин, попроски, не вдумай, не вдумай. Сколько ты... Не-не, это вставим, конечно, обязательно. Сколько ты отдал за военный билет? То есть чуть больше, чем мне за сториз? Чуть-чуть, да. Но там не пришло 25. Блядь! Ебать, сорокетно? Жесток, кабинут. Фу, б***ь. Я вообще делаю, что хочу. Хочу импланты, звоню врачу. Кто меня не любит, я вас не слышу. Вы просто мне завидуете, я молчу. Я не молчу, когда я хочу. Я не продаюсь, но за деньги, да. Мой продюсер говорит, ты поп-звезда. И, кстати, моя продюсера домой мужда. Я не скажу в ответ ничего на хейт. Я не скажу привет, если бабок нет. Слушаю любимый звук, это звон монет. Они танцуются не рук, это мой концерт. Я завожу подруг на заденьги, да. Я не делаю виды даже за деньги, да. Я подумаю, потом расскажу сразу да. За деньги, да. За деньги, да. Я в Дубае, я сейчас отдыхаю. Да, я так богата, и я это не скрываю. Все мои подруги за собой не замечают. Они видят мои шмотки и тупо повторяют. Пусть не забывают, а тут королева. Я раскидываю лапки направо и налево. Это моя манера, жена миллионера. Мне платят за концерты, я читаю под фанером. Эту сумку мне муж купил. Эти роликсы муж купил. Кольцо сберет, мне муж купил. Муж купил, мне муж купил. Не завожу подруг на заденьги, да. Я не делаю виды даже за деньги, да. Я подумаю, потом расскажу сразу да. За деньги, да. За деньги, да. За деньги, да. Да, да. За деньги, да. За деньги, да. Да, да. добрый день друзья не добрый день его мне друг очень любопытно наблюдать за уехавшими комик за людьми чего ремесло смешить шутить произносить так называемые шутки юмора потому что и это не только моим это мнение очень многих моих коллег потому что вот эти люди они в профессиональном плане уехав начинают проседать ну то есть что имеется ввиду то что они делают просто уже не смешно это никак не связано с их позиции политической это наблюде змы которые я слышу от скажем так нейтрально настроенных коллег но которые скажем так но не являются патриотами и не являются при этом иностранными агентами или врагами же весь массу людей которые ну нейтрально настроены которые просто не хотят погружаться вот разборки идеологического характера они там занят какой-то своей профессии в основном мы говорим если я своих коллег говорит ну словно были технические работники то есть не ведущие не журналисты не репортера операторы в монтажеры режиссеры вот общаюсь естественно на работе и многие не даже вот там не знают допустим что максим галкин уехал или там не знают что михаил шатс уже не муж татьяна лазарева настроенный агент так же как татьяна лазарева и дальше как максим галкин ну просто они не знают и когда им попадаются какие-то вот где сис или последние они пожимать причем это не смешно это просто не смешно но смех это такая категория вы знаете вообще природа смешного она ну то есть кому-то смешно кому-то не смешно вот там не знаю вот считается что есть такие безошибочные варианты типа торт в лицо это всегда смешной короче потому поскользнулся и упал мы не об этом говорим говорим о том что масса людей которые беспристрастно оценивают вот номера тела тех юмористов их шоумэн тех комиков которые покинули страну они отмечают что у них вот это что-то утрачено кто-то скажет что это вот такой навет что я не бы я не буду спорить и говорит что там мне не смешно там или наоборот не смешно я сейчас не свое мнение излагаю я просто вам рассказываю о наблюде змея абсолютно поверьте мне объективно пацаны не извиняются